Две чудные фамилии – Даннинг и Крюгер. Кто еще из таких махровых времен знает, что Крюгер – это такой страшный человек с когтями, который является людям в кошмарах. Но на самом деле когнитивное искажение Даннинга и Крюгера – это мой личный кошмар. Потому что я все время боролся именно с этим Даннингом и Крюгером. Даннинг и Крюгер – это просто исследователи, которые провели очень интересный эксперимент. Где они проверяли, насколько люди, мало разбирающиеся в каких-либо вопросах, хорошо способны обнаружить ошибки, которые они допускают. И выяснилось, что чем вы хуже разбираетесь в вопросе, тем меньше вы увидите собственных ошибок и заблуждений. В результате, что такое профаны или люди, которые в чем-то ни хрена не смыслят, но при этом имеют невероятную уверенность в собственной правоте и способность пены у рта ее доказывать, это, собственно говоря, когнитивное искажение Даннинга и Крюгера. Проблема состоит в том, что каждый из нас в какой-то сфере профан. Более того, в большинстве сфер мы с вами не бум-бум. Но при этом у нас есть ощущение каких-то таких общих знаний, и мы на основе этих знаний выносим суждения. И мы даже не можем понять, насколько они часто бывают, мягко говоря, некорректными. И это ставит нас зачастую в глупое положение, а часто приводит к тому, что мы принимаем неправильные решения. Поэтому очень важно понимать сферу своей компетенции и объем своей компетенции. Лучше, если вы его недооцениваете, чем если вы переоцениваете свою компетенцию в каком-то вопросе, в какой-то теме. И если вы понимаете, что Даннинг Крюгер опасная вещь, он может к вам явиться и, так сказать, почикать ваше здравомыслие, и будете понимать, что ваша компетенция ограничена, вы будете хотеть искать новые факты. Тогда и жизнь ваша станет интересна, и решения, которые вы принимаете, будут точнее. Ну и самое главное, вы получите уважение других людей, потому что вы не говорите глупостей. Случалось ли так, что вы говорили какие-то глупости, считая, что разбираетесь в теме, а потом выяснялось, что нет? Если да, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, будет очень интересно почитать. Спасибо за просмотр!